Ну что ж, собственно, добрый вечер, давайте начинать. Так, я вижу, что вроде бы все отображается, все отлично. И действительно, сегодня поговорим о том, в чем, собственно, отличается free-to-play компании и компании, разрабатывающие премиум продукты. Здесь есть довольно много интересных моментов. Я буду рассказывать, естественно, со стороны своего опыта о каких-то вещах. Ну, возможно, вы сможете не согласиться, будем обсуждать. Добро пожаловать, собственно, в комментарии. В целом расскажу об игровом рынке вкратце, чтобы вообще понимать, что у нас где происходит, чем отличаются free-to-play проекты от премиум проектов с точки зрения продукта, чем они отличаются в разработке, какие, конечно же, есть общие элементы и, собственно, что важно для геймдизайнера. Для некоторого контекста уточню, что с 2017 года я работал на проекте PvP Shooter War Robots мобильном, а с августа этого года я работаю над второй частью CRPG по Pathfinder. Поэтому мой опыт, естественно, не всеобъемлющий. И тут будет некоторое количество субъективных моментов. Итак, игровой рынок. Возможно, вы видели некоторое время назад эту замечательную картинку с видом рынка, которая довольно хорошо показывает, собственно, что он из себя представляет, сколько у нас в среднем зарабатывает, какой вид проектов. И тут достаточно много интересных вещей, в частности, история. Можно заметить, что мобильный рынок сейчас по примерной оценке в 2020 году будет приносить, ну, принесет примерно 85 миллиардов долларов. Пока это 40, консоли это 33. Естественно, это один из аналитических сайтов, который предоставил этот обзор. Если посмотреть на 2019 год и на аналитический обзор другого сайта, то здесь видны немножко другие числа. В частности, консоли довольно сильно отличаются. Ну и потом, естественно, это 2019 год, 2020 так-то еще не закончился. И отчет этот был все-таки не в декабре, а пораньше. Что нам здесь важно? Нам важно понимать, что, во-первых, мобильный рынок растет быстрее остальных. Хотя вот консольный тут написано, что вырос на 13%. Ну и, в общем, чтобы примерно представлять о том, что за проекты там разрабатывают, то вот мобильный рынок можно совместить с предыдущим слайдом, увидеть, что здесь Free2Play заработал примерно 65 миллиардов долларов, а Free2Play на АПК и на консолях, ну, скажем, 23. Как видите, это три разных сайта, три совершенно разных подхода к подсчету. Что, собственно, для нас-то важно? Во-первых, надо понимать, что все считают, как хотят. То есть разница все-таки довольно большая в некоторых числах. И опираться на такие сайты имеет смысл только для какой-то верхнего уровня подготовки. Но сегодня нам важно то, что мы можем с уверенностью сказать, что почти все мобильные проекты и какая-то часть ПК-проектов — это Free2Play в первую очередь. Примерно половина, а то и больше, проектов на ПК и большая часть консольных проектов — это премиум. Естественно, это ничего нам не говорит ни о жанрах, ни о подходе, который там используется, только о Free2Play и премиум проектах. Это нас подводит к тому, чтобы обсудить, а какие, собственно, продуктовые отличия между этими двумя видами проектов. Free2Play растет очень быстро. И это как положительный знак, так и отрицательный в каком-то смысле. Премиум рынок гораздо более устоявшийся, он существовал достаточно давно, он более предсказуем. Это значит, что на Free2Play приходит очень много людей, на нем огромный поток проектов. В любой момент вы можете зайти в Store, увидеть просто тысячи-тысячи игр, постоянно они обновляются, и за всем уследить довольно сложно. Премиум рынок, на нем довольно много старых игроков, которые давно там, и довольно много старых разработчиков, которые тоже довольно давно на нем, собственно, развиваются и занимают какую-то свою нишу. Опять же, из этого мы можем сказать, что на Free2Play рынке есть постоянно высокая конкуренция, то есть, опять же, какое время года вы не выберете, проектов будет очень много. А в премиум рынке конкуренция больше завязана на сезонность. Это заметно и по количеству проектов, которые выходят в разное время года, то есть летом, естественно, меньше, осенью и весной чуть побольше, а зимой такой самый пиковый период, ну, в ноябре-декабре условно. Для запуска проекта нам важны следующие вещи. Free2Play, поскольку может развиваться итеративно, выходить постепенно какие-то обновления, и основной доход там не связан напрямую с релизом. Релиз там — это всего лишь возможность как-то запустить первую аналитику, проверить какие-то первые метрики. А премиум — это все-таки очень важная вещь, потому что... В смысле, релиз — это очень важная вещь, потому что там происходит основной пуш по тому, как, в принципе, игроки воспримут этот проект. Вследствие с этим у них есть только одна возможность создать первое какое-то впечатление. И если первое впечатление вышло не очень хорошее, потом довольно сложно его восстановить. Такие примеры, естественно, есть, когда премиум-проекты выходили, получали достаточно низкие оценки от критиков и игроков, но потом как-то исправлялись. Но все-таки довольно много нужно потратить усилий, чтобы исправиться. Ну а free-to-play проект, поскольку, опять же, развивается итеративно, можно запустить в производственном цикле чуть раньше, собрать какие-то базовые метрики первых дней и дальше его развивать по необходимости, по какому-то направлению. С точки зрения привлечения игроков, продукт free-to-play очень сильно конкурирует и с другими проектами, и, в принципе, за другими средствами развлечения. И там очень важно краткосрочное впечатление. Вы увидели рекламный ролик в сети, вы захотели поставить, захотели попробовать, перешли, и вот у вас есть условно 5-3 минуты на то, чтобы сформировать первое впечатление, будет ли игрок играть дальше. А на премиум рынке покупка игры – это все-таки более обдуманный шаг, и там, скажем, первые 5 минут игры не так важны, как в free-to-play. Если игрок увидит рекламу какого-то продукта, это повысит узнаваемость для игрока, но не факт, что он его приобретет, может быть, он подождет скидок, ну, в общем, картина немножко другая. Таким образом, для free-to-play привлечение игроков, по сути, это таргетинг рекламы, то есть какой аудиторию мы будем показывать что, на какую аудиторию мы целим игру, как мы закупаем трафик и так далее. А для премиум проекта важен франчайз для того, чтобы игроки до выхода продукта знали, что он качественный, что это здоровская штука, что это стоит купить. А поэтому мы видим такое большое количество франшиз, которые выходят, в том числе новые части, в том числе каждый год, поскольку это действительно очень здорово, если игроки заранее знают, что они получат от вашего продукта, и вы их не разочаровываете. В free-to-play таким образом мы привлекаем игроков через трафик, закупая их, а в премиуме мы их привлекаем через медиа, через виральность, через условное сарафанное радио, когда игроки друг другу рассказывают, насколько это классная игра и что стоит в нее поиграть. Следующий этап по развитию проекта – это, естественно, удержание. Удержание для free-to-play проекта полностью завязано на всем, что находится внутри игры, и чем дольше игрок играет, тем для вас лучше. Для премиум проекта Retention, по сути, студийный. У вас есть некий бренд студии, вы представляете его, и, ну, условно, все игроки знают, какие игры выпускает From Software, поэтому они за ними следят, если им это интересно, и ждут новых частей, даже если они не сильно связаны друг с другом. Для free-to-play проектов важнее оценка в Store, поскольку с какого-то момента, если оценка будет очень низкая, приток игроков сильно замедляется. Перейдем к разговору об отличиях в разработке, собственно, самой интересной части. Во-первых, если смотреть на разработку с точки зрения, ну, условного бега, то марафон – это разработка премиум проекта. У вас есть большой продукт, у вас есть большой пайплайн, далекий, идущий там, ну, условно, на 2-3 кода, и вы, собственно, по нему передвигаетесь, постепенно развивая проект. А free-to-play – это в данном случае серия спринтерских забегов. Вы выпустили апдейт, посмотрели результаты, что-то обновили, пошли дальше. Из этого выходит то, что один продукт у нас развивается в, по сути, итеративной мере, а другой старается представлять из себя более связанную систему. То есть для free-to-play production перед релизом – это не самая большая часть разработки. Если взять за пример тот же проект War Robots, он существует уже больше пяти лет после релиза, production, естественно, занимал гораздо меньше времени. А для премиум продукта production перед релизом – это, собственно, основа разработки, и большинство студий после production какой-то большой игры переходит на следующий проект, кто-то разрабатывает какие-то дополнительные, дополнительный контент, но тут, понятно, зависит от студии и вот их подхода. Соответственно, в итеративном дизайне, во free-to-play у нас происходит разработка циклами, мы выпустили релиз, мы посмотрели, как-то можем отреагировать на то, что нам надо поменять к следующему релизу, возможно, нам надо улучшить retention, возможно, мы видим по статистике, и что где-то у нас все хорошо, а где-то игроки, наоборот, проседают, им что-то не нравится. А в премиуме у нас разработка циклами milestone, где мы получаем некий срез продукта, сами в него играем, привлекаем к этому каких-то сторонних либо экспертов, либо игроков, и по их фидбэку усовершенствуем к следующему milestone. Таким образом, для дизайнера здесь очень важно то, что во free-to-play в принципе цена ошибки, несмотря на то, что она действительно немаленькая, в целом меньше, чем цена ошибки в премиум продукте, поскольку первое впечатление у вас в премиуме только одно, если что-то вы сделаете не так, об этом, скорее всего, узнают все после релиза, поскольку довольно сильно развита комьюнити, и весь интернет будет на это смотреть. Во free-to-play, соответственно, у вас будет возможность как-то исправиться со следующим апдейтом и закупить новый трафик игроков, которые не видели этого проекта. Мы также можем это увидеть в дизайне некоторых фич. Как пример, рыбалка в Fortnite явно была, ну, очевидно, добавлена после релиза, и это, по сути, надстройка над основной игрой, это дополнительное развлечение. Вы можете там половить рыбу, пособирать какие-то штуки, поделать условные ачивки и выловить там для себя оружие. Ну, то есть это такая приятная сторонняя активность. Если взять за пример аналогичную фичу, точно такую же рыбалку в Final Fantasy XV, то там это гораздо более комплексная система, которая пересекается со всеми другими фичами. Рыбалка — это способность одного из персонажей. Она взаимодействует со способностями других персонажей, которые могут вас фотографировать, использовать то, что вы наловили в крафте, давать вам какие-то квесты, и, в принципе, видно, что эта система гораздо больше пересекается с какими-то другими. Таким образом, мы видим, что, во-первых, во Free-to-Play у нас каждая следующая фича имеет четко сформулированные цели, проверяемые аналитикой, даже если эта фича условно вырвана из контекста всех остальных. Мы хотим добавить дополнительное развлечение игрокам, мы хотим повысить ретеншн. А для премиум проекта важно общее видение проекта, и каждая фича, по сути, поддерживает это видение, чтобы все вместе создать вот то самое, что вы хотите, чтобы увидели игроки. Таким образом, в премиум проекте, в принципе, можно сказать, что у геймдизайнеров общая ответственность за все направление, за вообще весь дизайн всех каких-то систем, всех взаимодействий. А во Free-to-Play чуть более разбитая ответственность, поскольку вы можете понять влияние отдельной небольшой фичи, особенно если эта фича вышла с каким-то определенным релизом и, в принципе, была единственным изменением внутри проекта. Для геймдизайнеров это значит то, что во Free-to-Play вы можете быстрее научиться продуктовому мышлению, потому что так или иначе у вас довольно сильно завязаны все эти решения на взаимодействие с игрой как с продуктом. То есть вы условно обсуждаете с продюсером, вы стараетесь использовать риторику подхода аналитического при попытке, допустим, продавить какое-то свое мнение или добавить одну фичу вместо другой. А в премиум проекте у вас будет возможность научиться гораздо более комплексному дизайну и за счет того, что процесс разработки больше, увидеть больше связей и настроить их гораздо лучше таким образом. Соответственно, я бы сказал, что премиум разработка все-таки сложнее для начала карьеры, поскольку новому геймдизайнеру будет сложно разобраться сразу в большой системе. И если у него нет возможности отвечать за какую-то маленькую часть, которая не сильно связана, то ему будет тяжелее. А для премиум проекта такая фича – это, ну, скорее плохо, чем хорошо, хотя, конечно же, могут быть исключения. А для фри-то-плея чуть проще начать карьеру. Вы делаете свою фичу, вы ее выпускаете, вы буквально смотрите на метрики, видите результат, понимаете, где вы могли что-то улучшить, изменить, делаете это на следующей итерации. Таким образом лучше и гораздо проще можете научиться чему-то. Соответственно, все это нас приводит к аналитике. Поскольку у нас разработка циклами релизов, мы каждый релиз можем сесть, условно, за стол переговоров и подумать, хотим ли мы поменять наш план на следующий релиз, который произойдет через 2-3 месяца. Если да, то, ну, хотя бы какие-то изменения, какие-то улучшения мы внести можем. Если нет, все здорово, все по плану. В премиуме, опять же, у нас разработка циклами майлстоунов, и мы точно так же садимся за стол переговоров и обсуждаем это на майлстоунах. Но какие-то крупные изменения происходят гораздо реже. И, как правило, это значит, что все-таки проект будет перенесен, и разработка его затянется. Опять же, какой-то фичекат, какие-то изменения происходят по экспертной оценке, поскольку возможности однозначно опереться на аналитику нет. В первую очередь все смотрят именно на какое-то экспертное мнение и пытаются сравнивать это с другими существующими проектами, где, ну, насколько это возможно. В free-to-play фичекат четко по метрикам. Мы понимаем, что сейчас для нас приоритетнее ретеншн седьмого дня, а не тридцатого. Эта фича повлияет на него больше. Давайте вначале сделаем ее. Опять же, нам проще оценить результат отдельно взятой фичи, и новые итерации мы можем делать по метрикам. А в премиум-проекте только по фидбэку, только, опять же, по экспертной оценке, по какому-то совместному обсуждению и только так. Ну, и в качестве бонуса, наверное, стоит проговорить то, что у нас есть так или иначе возможность протестировать то, что мы делаем. Протестировать причем можно разными методами, и эти методы гораздо больше пересекаются друг с другом, чем может показаться. Цель-то везде одинаковая. Мы собираем фидбэк и дорабатываем проект. По идее, это должно быть важнее для премиум-проектов в силу того, что, опять же, первое впечатление для них гораздо важнее, но и как бы премиум и фри-то-плей, и те, и те стоят денег, поэтому разработка должна использовать все возможности, какие вообще доступны. В принципе, ПТР и условный бета-тест, они больше зависят от жанра вашего проекта. То есть, условно, если у вас PvP-игра, то вам надо проверить сервера, проверить настройку вашего баланса, и вы используете, условно, такой метод. Если у вас более сингл-плеерная игра, то вам подойдет бета-тестирование с привлечением либо каких-то инфлюенсеров, либо каких-то, условно, ваших коллег из индустрии, или, не знаю, соседей, в общем, всех, кого вы можете позвать. Говоря про разницу, может сложиться ощущение, что довольно много отличий. Но на самом деле, что для дизайнера, что для разработчика, общих черт гораздо больше. И про них тоже имеет смысл немножко поговорить. Во-первых, естественно, цикл разработки всех проектов идет по одному и тому же принципу. Вначале появляется какая-то идея, потом вы планируете ее разработку, собираете команду и так далее. Ну, то есть, классический подход. Где-то это происходит, условно, раз в три месяца, где-то это происходит раз в два месяца, где-то это происходит раз в три года. Полный цикл так или иначе проходят все. Также и тот другой проект требует наличия, собственно, core pillars и USP, по которым вы будете понимать, насколько вообще видение проекта финально, как вы можете его транслировать своим коллегам, что вы можете друг другу об этом рассказать. С плейтестами, как я уже говорил, на примере с ПТР и с бетой все абсолютно аналогично. Вы просто играете в вашу игру, просите поиграть тестировщиков, просите поиграть в ваших коллег, друзей и так далее, собираете фидбэк, улучшаете его. Ну и, естественно, роль дизайнера в проекте всегда одинакова. Это, по сути, такой условно массовик-затейник, который всегда прибегает с какими-то идеями, как можно постараться улучшить проект, всегда что-то обсуждает и старается заразить друг друга, своих коллег вот этой вот заинтересованностью и желанием сделать игру как можно более хорошей. Естественно, геймдизайнерские решения тоже довольно сильно похожи, и об этом надо помнить, поскольку большинство людей как-то может снисходительно относиться к тому или иному жанру, а на самом деле что жанр, что методы распространения проекта используют те же самые дизайнерские принципы. Поэтому если вы специализируетесь на каком-то определенном жанре, это не значит, что имеет смысл играть и смотреть только его. Смотреть надо на все жанры по возможности, поскольку вы никогда не знаете, где вы найдете хорошую идею. Естественно, как сегодня уже ребята рассказывали, дизайнеры в первую очередь занимаются написанием документации, и подходы по документации всегда одни и те же. Она должна быть читаема, она должна быть понятна, она должна быть в принципе... После прочтения документации у вас не должно какого-то расхода, рождение с тем, что вы читали в других документах происходить. И, ну, естественно, самое главное, что если два человека прочитают один и тот же документ, они должны условно в результате получить одно и то же мнение относительно того, что же это за фича. И, опять же, возвращаясь к теме про документацию, к процессам, и там и там вы используете один и тот же условный движок и инструменты, в некотором случае, естественно, они отличаются, но условно на моем примере и там и там обе компании используют Unity, поэтому перейти с одного проекта на другой не так сложно. Ну и, естественно, условная Jira Conference, все те же инструменты, там условный Slack, Discord, в потребности, в команде те же самые. И, опять же, объединяющая и те, и те проекты вещь – это то, что размер проекта диктует то, насколько много нужно узконаправленных специалистов. Если ваш проект достаточно большой, и в нем много чего нужно сделать с точки зрения геймплея, то у вас может появиться совсем специализированный человек, как, например, геймдизайнер камеры. Если у вас проект не очень сюжетный, и в нем нет каких-то большого количества диалогов, то у вас может не быть нарративщиков, вне зависимости от того, что это за проект. Free-to-play, премиум – это абсолютно неважно. Давайте немножко поговорим дальше о навыках для геймдизайнеров. Вот, собственно, какие навыки-то самые важные. Что же нужно уметь для того, чтобы работать на free-to-play, для того, чтобы работать над премиум-проектом. Да, на самом деле, те же самые навыки нужны, все одинаково. Вам нужно быть заинтересованными в проекте, вы должны, в принципе, ну, как-то с энтузиазмом относиться к своей работе, иначе вообще какой в этом смысл. Вам нужно хорошо уметь работать в команде, общаться с коллегами. Геймдизайнер – это, наверное, одна из самых общительных профессий в индустрии, как минимум. Вам нужно иметь большой игровой опыт, причем не только в вашем жанре, но и вокруг него. Нужно иметь некий аналитический подход для того, чтобы подходить, собственно, к решению дизайн-вопросов. Ну и, условно, нужен тот самый скилл, который делает вас крутым специалистом, который, по вашему мнению, вот именно вас делает вами. Может быть, это удача или харизма, зависит от вас. Ну а самое главное в данном случае – это, конечно, навыки вашего направления. Про них я специально не сказал, поскольку, опять же, они плюс-минус одинаковые в разных видах проектов. То есть, условно, если вы левел-дизайнер, то вам нужны навыки левел-дизайнера. Если вы нарративщик, навыки-нарративщик, и здесь все достаточно просто и очевидно. Так что могу дать разве что несколько советов относительно того, что же с собой делать. Во-первых, если вы играете, то записывайте свой фидбэк, анализируйте то, что вы записали, и старайтесь как-то возвращаться к нему, смотреть, как у вас меняется мнение на эту тему, обсуждать с коллегами, и обязательно смотрите, как играют другие на стримах, сажать свою вторую половину за видеоигры родителей, детей, смотреть, как они изучают игры, как они подходят к ним, что им интересно, на что они обращают внимание, что для них важно. Также, естественно, не имеет смысла замыкаться только на видеоиграх, старайтесь искать вдохновение в других областях. Самые интересные вещи происходят на их пересечении, занимайтесь музыкой, интересуйтесь фильмами, ну то есть вообще все, что угодно здесь может подойти. Ну и, конечно, надо помнить, что в принципе это не соревнования, общайтесь с коллегами, общайтесь с коллегами из своей компании, общайтесь с коллегами из индустрии, знакомьтесь, да хоть банально ищите в Гугле, как быть самым лучшим геймдизайнером. Также не бойтесь общаться с HR-ами других компаний, в принципе, писать HR-ом, даже если вы не заинтересованы в том, что переходить в другую компанию, просто пообщайтесь, узнайте, как дела. Люди довольно активно рассказывают о том, какие у них внутри процессы. Вы можете открыть для себя какие-то новые вещи, о которых вы не знали. И как-то их обдумать, в принципе, услышать какое-то стороннее мнение. Если вы заинтересованы в том, чтобы условно через 10 лет прийти в какую-то конкретную студию, составьте список этих студий, посмотрите, какие навыки нужны людям, которых они ищут. И таким образом вы можете составить некий план, какую-то карту развития и понять, что условно вот в течение следующего года я буду развивать такую-то сторону. Скажем, я мало играю в шутеры, мне нужно играть больше в шутеры. В следующий год я буду в первую очередь смотреть индустрию, что выходило, как она менялась. Это тоже может быть интересно. На самом деле на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то я с радостью на них отвечу. Спасибо большое, Вадим. Есть некоторое количество вопросов, но сначала я хочу... Дело в том, что на нашей трансляции, на Твиче возник некоторый спор на тему того, почему мы используем такое количество англоязычных, заимствованных из английского языка терминов. Да, ну это очень просто. Может быть, у тебя есть какое-то мнение по этому поводу? Ну, мне всегда казалось, что поскольку основная часть каких-то взаимодействий большинства профессионалов происходит на английском, то так или иначе англицизм входит в обиход в силу того, что английские слова короче, и все прекрасно понимают их значение. Но, возможно, есть еще какой-то секретный смысл. Ну, если он есть, то мне он неизвестен. Как это? Может быть, вы просто ненавидите все русское? Нет, естественно, нет. Если есть какой-то термин, который более короткий и лаконичный в русском, то почему бы не использовать его? Хорошо. Следующий вопрос такой. Насколько сильно отличается специфика коммуникаций геймдизайнера с кодерами, художниками и прочими специалистами во время работы над задачами, если сравнивать с фри-то-плей? Это, кстати, довольно интересный вопрос, потому что я тоже им задавался до перехода, и мне было интересно, ну, наверняка же у людей какой-то там условно другой подход. Но, в принципе, могу сказать, что на моем опыте все происходит примерно так же. То есть, ну, условно, от дизайнера ожидается какая-то документация, которую в дальнейшем изучат его коллеги, там, ну, условно, программисты, художники, предложат какие-то свои варианты, возможно, им что-то не понравится в силу того, что, ну, они нашли какой-то способ, как сделать так же, но проще или даже лучше, и в дальнейшем вы как-то, ну, собственно, улучшаете вашу документацию. То есть в этом плане каких-то больших отличий нет. Я думаю, что вообще в целом они есть, но больше это зависит не от типа проекта, который разрабатывает компания, а от самой компании. То есть, условно, если, ну, мы можем посмотреть по индустрии, есть проекты, которые явно были созданы в первую очередь программистами, там, ну, взять за банальный пример первый Дум, да, и есть проекты, которые в первую очередь созданы художниками. Там, возможно, это взаимодействие как-то работало по-другому, и, ну, про это мы можем пока только, ну, я могу только теоретизировать. Такой вопрос, он, конечно, немножко не для уровня текущей дискуссии, но, тем не менее, его задали, и, может быть, ты сможешь как-то достаточно просто и понятно на него ответить. Так. Может ли кто-то подсказать, что именно за документацию готовит геймдизайнер? А благодаря трансляции понял, какие навыки геймдизайнер должен качать, с чем работать, а что конкретно делает, так и не понял. Вадим, что ты делаешь, за что тебе платят деньги? Когда как, но чаще всего геймдизайнер пишет, ну, представьте себе, что у вас есть не игра, а просто какой-то продукт, и для него нужно составить техническое задание. И вот если очень сильно утрировать, то геймдизайнер это человек, который пишет это техническое задание. Не обязательно с точки зрения такого же сухого и текста по ГОСТу, но главная цель документации, которую готовит, собственно, геймдизайнер, это ответить на вопрос, а что, собственно, нужно сделать и каким образом. Ну, я добавлю еще, что... Еще одна из целей документации это, во-первых, ответить на вопрос, зачем мы это делаем. Это очень зависит. Вот. А во-вторых, еще добавлю от себя, что одна из целей документации это передача знаний, чтобы не возникало ситуации, когда, условно, ваш геймдизайнер заболел, и никто не знает, что делать, потому что все у него только в голове. Следующий вопрос, может быть, немножко провокационный. Пока шел домой, на Big Deal началась трансляция под названием «Как перейти из фри-то-плей компании в премиум». И у меня возник вопрос. А ГД на премиум проектах, что ли, круче, чем во фри-то-плей? Почему вообще родилась такая тема доклада? Ну, почему родилась тема доклада, это, видимо, вопрос к Жене в первую очередь. А по поводу крутости ГД это вообще никак не зависит. Сами дизайнеры определяют свою крутость вне зависимости от того, над чем они работают. Тема доклада, на самом деле, правда. Это я попросил Вадима рассказать, потому что у Вадима достаточно свежий опыт. Он совсем недавно перешел из фри-то-плея в премиум. И мне кажется, что его опыт может быть интересен тем его коллегам, которые могут как-то захотеть повторить его путь. На самом деле, для меня это было интересно, опять же, в формате как-то проанализировать свой опыт и структурировать его. Если я могу им поделиться, и это было бы кому-то полезно, мы можем это как-то обсудить условно сейчас или после продискутировать в чате, это будет очень здорово, потому что это, в принципе, один из таких больших и крутых способов получать новую информацию, общаться с другими людьми, что, конечно, сейчас сложнее. Следующий вопрос звучит так. Много генералистов в премиуме или сильнее разделение труда, чем во фри-то-плей? Ты немножко закрыл этот вопрос в рамках своей презентации, но все-таки, может быть, чуть-чуть расскажу. Да, тут все-таки больше зависит, давайте я, наверное, вернусь на этот слайд. Нет, не тот, вот этот. На самом деле, вот этот. Нет, в общем-то, все зависит от компании и все зависит от проекта. Нет условной корреляции между премиумом и фри-то-плеем, есть корреляция между жанрами. То есть, условно, если вы делаете какой-то соревновательный геймплей, то вам обязательно нужен геймдизайнер-балансировщик. И вне зависимости от того, фри-то-плей это проект, премиум проект, не суть. Если вы делаете, в принципе, какую-то очень большую систему, вам нужно много дизайнеров для того, чтобы все это вместе работало, тогда вам нужно много, как вот в вопросе указывали генералистов, для того, чтобы это все вместе объединить и ничего не упустить. Спасибо. И еще один вопрос. Мне кажется, что ты вот как раз тот человек, который должен его, во-первых, оценить, а во-вторых, ты должен ответить на этот вопрос. Вопрос звучит так. Как стать Кодзимой в РФ? Да, о господи. Сколько ему лет? Ему же 50 с чем-то, да? Ну, в общем, я лучше смогу на него ответить где-то лет через 20, но пока что я думаю, что нужно болеть своим делом и работать в индустрии. А там все само получится. И такой вопрос уже задам еще. Скажи, пожалуйста, а вот как поменялся вот твой личный опыт от перехода из Free2Play в премиум? Начал ты работать больше, начал ты работать меньше? Понятно, что ты учишься и все еще осваиваешь какие-то новые техники, но все же что для тебя в первую очередь изменилось? Что стало самым большим таким изменением? Ну, для меня, пожалуй, самым большим изменением стало то, что мы работаем все-таки не по релизам, а по майлстоунам. Это довольно сильно отличается вот с точки зрения психологии. То есть, условно, дедлайны, если можно так сказать, происходят чуть реже, но объем того, что нужно к ним подготовить, чуть больше. Это вот довольно сложно описать на каком-то конкретном примере, но просто само осознание того, что, окей, там, условно, следующий дедлайн у нас через три месяца, это в два раза больше, чем обычно, но к нему нужно подготовить, соответственно, в два раза больше, чем обычно. Это такой интересный челлендж, вот опять же, с точки зрения того, что нужно охватить все, что туда пойдет, найти какие-то вот проблемные места, пересечения, проанализировать и как-то это все связать вместе. Для меня, наверное, вот это было самым таким необычным и неожиданным, ну, в каком-то смысле, неожиданным экспириенсом. Спасибо большое, Вадим.